Абхазия направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение открыть границы между странами для туристов с 15 июля, заявил президент Абхазии Аслан Бжания. «Мы внимательно смотрим за тем, как там складывается обстановка эпидемиологическая, и, скорее всего, с учетом этого фактора, с 15 июля мы будем открывать границу для организованных групп туристов», — сказал Бжания. Он отметил, что туристов будут расселять в гостиницах, где есть медицинская помощь. Также для въезда в страну понадобится страховка и паспорт COVID-19. Бжания добавил, что если ситуация будет складываться хорошо, то с 1 августа можно будет открывать границы для индивидуального туризма. С 4 июля 2020 года вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Кабо-Верде. Об этом говорится на сайте МИД России. В соответствии с документом, с этого дня россияне и граждане Кабо-Верде могут свободно въезжать на территорию другого государства с туристическими целями на срок до 60 суток. Если вы по каким-то причинам намерены ехать в Кабо-Верде для работы, учебы или проживания, то требуется виза. До сих пор россияне могли оформить визу для въезда в Кабо-Верде в аэропорту по прилете. Ее стоимость 25 евро. Тем не менее, помните, что с 1 января 2019 года на Кабо-Верде ввели один из самых высоких аэропортовых сборов за безопасность. 31 евро. В местной валюте 3400 эскуда. Он оплачивается в аэропорту при въезде. Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» разослало аэропортом телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. Запрет также распространяется на выезд россиян за границу. Аналогичные телеграммы ведомство направляет в воздушные гавани каждый месяц с момента приостановки правительством международных регулярных и чартерных рейсов на фоне распространения коронавирусной инфекции. Представитель «Росавиации» отметил, что если решение об открытии международных перелетов будет принято досрочно, авиакомпании и аэропорты страны получат соответствующую телеграмму. Президент России Владимир Путин на встрече с главой аэрофлота Виталием Савельевым заявил, что в настоящее время неизвестно, когда Европа откроет границы для российских граждан. Отрасль авиационных перевозок, безусловно, относится к наиболее пострадавшим. Это очевидный факт. Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе. Они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран. В том числе для российских граждан даже в период летних отпусков, отметил президент.